Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с притчами мира. Еврейская притча «Взгляд и вздох». Жили по соседству два еврея. Один из них был знатоком Тора, а другой бедным работником. Ученый сосед вставал до зари и спешил в синагогу. После нескольких часов занятий он долго и беззаветно молился. Отправлялся домой, быстро завтракал и возвращался в синагогу, чтобы заниматься до обеда. Затем он шел на рынок, где заключал небольшие сделки, обеспечивающие ему средства для удовлетворения насущных потребностей, и возвращался в синагогу. Вечером после молитвы и трапезы он снова засиживался над священными книгами до глубокой ночи. Бедный сосед также вставал рано, но его положение не позволяло ему уделять много времени изучению Торы. Несмотря на то, что он много работал, ему едва удавалось заработать на хлеб. Поспешно помолившись на рассвет, он приступал к работе, которая отнимала у него весь день и большую часть ночи. В субботу, когда у него наконец появлялась возможность взять книги в руку, он быстро засыпал от усталости. При встрече во дворе ученый сосед бросал удовлетворенный взгляд на бедного работника и спешил к своим праведным занятиям. Бедный вздыхал и думал, какой я несчастный и какой он счастливый. Мы оба спешим, он синагогу, а я по своим земным делам. Но вот эти два человека завершили свое пребывание на земле, и их души протестали перед небесным судом, где жизнь каждого человека взвешивается на чаши весов в божественном правосудии. Ангел, адвокат, положил на правую чашу весов главные добродетели ученого. Многочисленные часы изучения Торы, молитву, умеренность, честность. На левую чашу ангел-обвинитель положил единственный предмет, удовлетворенный взгляд, который ученый время от времени бросал на сосед. Левая чаша медленно начала опускаться, сравнялась с правой, а затем перетянула ее, хотя груз на той был весьма тяжелый. Когда бедный работник предстал перед судом, ангел-обвинитель положил на чашу весов его жалкую, духовно ничтожную жизнь. Ангел-адвокат мог предложить лишь один предмет – печальный вздох, издаваемый работником при встрече с ученым-соседом. Но именно этот вздох и уравновесил все, что лежало на левой чаше, понимая и оправдывая каждое мгновение тяжкого труда и нищеты, испытанных при жизни этим работникам. Вот такая еврейская притча, она называется «Взгляд и вздох». Пока-пока, до свидания.